Татьяна Петрова работает в областном художественном музее уже больше полувека. Рассказывает, золотая коллекция русского авангарда, которая бережно хранится в его стенах, рисковала обеднеть дважды. Впервые во время гражданской войны, позже уже при советской власти, когда был издан приказ, избавиться от всех художественных произведений в духе авангарда и не только. Но уничтожить шедевры рукохранителей не поднялась. Работники музея спрятали картины дома. Так удалось сохранить большую часть золотой коллекции, а также познакомить с ней весь мир. В 90-е годы они их отреставрировали и они стали, ну, такой очень большой ценностью. Нас стали просить эти вещи давать на выставки, на выставки за рубеж. Таким образом мы показали их и на всех континентах. Вот насчет Африки только я не уверена. А вот, значит, Европа, Азия, Австралия, Америка, везде были наши вещи авангардные. В собрании художественного музея более ста картин авангардистов. В течение десяти лет информацию о каждой из них собирали по крупицам. Потом еще год потребовался на то, чтобы все проанализировать и издать каталог. Около двухсот страниц, которые погружают в мир передового искусства, как назвали авангард в начале прошлого века. Переблет издания украшает работа Ольги Розановой «Полет аэроплана». Определенный смысл вложили и в название. Мы назвали этот каталог «Непрерванный полет», поскольку могло бы случиться так, что она бы не дожила до сегодняшних дней, если бы не сотрудники нашего музея, если бы не хранители, которые в свое время совершили подвиг. Меньше года, это и днем, и ночью, это штудировались материалы. Опять же, здесь есть и история каждого из художников, есть весь наш авангард, именно каталог авангарда и замечательные статьи. Сейчас коллекцию авангарда в Самарском художественном музее готовят к масштабной выставке. 25 февраля откроют двери отреставрированный мраморный зал, стены которого украсит работы Малевича, Попова, Степанова и других знаменитых художников-авангардистов. Мария Ильевна, Николай Сидоров, События.